Алло, алло, говорит Тверь. Так областная газета информировала читателей о пуске радиостанции. 1 ноября 1926 года Тверская радиовещательная станция имени Дзержинского начала регулярное вещание. Наш корреспондент Наталья Чекет в канун юбилейной даты встретилась с сотрудниками предприятия и увидела, как в наши дни бесперебойную работу в круглосуточном режиме обеспечивают инженеры Тверского областного радиотелевизионного передающего центра. История телерадиовещания Верхневолжья насчитывает уже 95 лет. Все началось в 1926 году, когда в регионе появилась первая радиовещательная станция. Технологии развивались и сейчас Тверской филиал РТРС. Это множество экранов, индикаторы, километры кабеля и все для того, чтобы в каждый дом пришел эфир. Независимо от дня инженеры не забывают о своей главной задаче – следить за тем, чтобы телерадиосигнал поступал непрерывно и в хорошем качестве. Дежурный отдел оперативного управления сетью контролирует как приемную часть, так и передающую часть. Так выглядит карта каждого из объектов в зависимости от количества технических сериалов, установленных на объекте, ну и количества аппаратуры, которая нужна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала в эфир. Сотрудники центра внимательно следят за тем, чтобы сигнал был одинаково качественным в разных уголках Верхней Волжья. Поэтому мониторинг за качеством передаваемого сигнала диспетчеры осуществляют в круглосуточном режиме. Мониторинг осуществляется каждого объекта. Их всего у нас 39 по области. В случае возникновения каких-то нештатных аварийных ситуаций диспетчер удаленно через компьютер заходит на объект и смотрит, какая именно неисправность произошла и, соответственно, занимается ее устранением. Кроме непосредственно компьютера, мониторинг осуществляется и на экранах. Здесь специалисты следят за тем, какой сигнал приходит и какой передается зрителю. Непосредственно прямо. Это то, что мы отдаем в сети кабельных операторов. Первый мультиплекс, снизу второй мультиплекс. А это помещение – зал передатчиков. Вся эта сложная аппаратура служит для того, чтобы доставлять качественный радио и телесигнал слушателям и телезрителям. Все эти блоки – сложнейший цифровой мир. Передают сигнал в антенну, которая расположена на башне. И, соответственно, оттуда уже распространение данного сигнала происходит. За 95 лет сделано много. Тверской филиал активно модернизировали все эти годы. Недавно передающий центр переехал в свое новое собственное здание на улице Вокзальная. Сейчас отсюда по территории всей Тверской области вещают в цифровом качестве 20 телеканалов и 11 радиостанций. У нас на сегодняшний момент стоит 24 точки вещания ФМС-диапазона передатчиков. Население может принимать эти государственные программы. Коммерчески развивается в зависимости от интересов, рекламного рынка и тому подобное. Сегодня вся информационная политика администрации региона доступна до населения всей территории Тверской области. Благодаря усилиям сотрудников Тверского ОРТПЦ, каждый житель Верхней Волжи имеет доступ к бесплатному просмотру 20 федеральных телеканалов 1 и 2 мультиплекса, а также трех радиостанций. Субтитры создавал DimaTorzok